Никол Пашинян Никол Пашинян закончил Идживанскую школу номер один и поступил в Ереванский госуниверситет на филфак. Спустя много лет Никол выкладывал в Фейсбук фото своей зачетки, судя по которым он был отличником. По информации СМИ, диплом о высшем образовании Никол так и не получил, так как был отчислен с четвертого курса. Здесь мнения журналистов расходятся. Причиной могли послужить и прогулы, и сотрудничество с оппозиционной печатью. И банальная нехватка времени для работы и учебы одновременно. Как признавался Пашинян, от службы в вооруженных силах Армении его освободили, так как двое старших братьев уже прошли войну в Карабахе. С 1992 года Пашинян развивал карьеру в публицистике. Первые статьи были напечатаны в газете «Авангард». Затем, в 1993-1994 году, он работал репортером издания «Депрутюн» «Учеба». В 1994-1998 годах Никол сотрудничал с газетами «Лрагир», «Вести», «Лрагир Ор», «Вести дня», «Малорак», «Планета». В 1995 году он занял кабинет главного редактора издания «Малорак» и руководил изданием вплоть до 1997 года. В 1998 году Пашинян основал оппозиционное издание «Аурагир», «Дневник». Работа была напряженной, газета выходила ежедневно. За это время Пашиняна не раз посещали люди в погонах. В 1999 году, после очередной скандальной публикации, он получил год лишения свободы за халатность и клевету. Также с него взыскали компенсацию в размере 25 тысяч долларов. Спустя год Пашиняна пригласили на должность главреда в издание «Айкакан Жаманак» «Армянское время». Судебные иски против него продолжались. Более того, как утверждают некоторые СМИ, в 2004 году при странных обстоятельствах рядом с офисом «Айкакан Жаманак» взорвалась «Лада Нива» Пашиняна. Сам Никол не пострадал. Полиция быстро закрыла расследование, сообщив о механических проблемах в машине. Однако Пашинян подозревал в покушении на свою жизнь состоятельного бизнесмена Гаги Кацарукяна, будучи уверенным, что это была месть за серию статей о вырубке редких деревьев при строительстве особняка Царукяна. По прошествию нескольких лет журналист решил уйти в политику. Впрочем, эту страницу своей биографии Пашинян так и не перевернул, превратив созданное издание «Айкакан Жаманак» в практически семейную компанию. С весны 2008 года газетой руководит его жена Анна. В 2006 году Пашинян с идейными сподвижниками основал блок «Импичмент» с целью политического противостояния президенту Роберту Качаряну. 12 мая 2007 года в Армении состоялись парламентские выборы, а через несколько дней Пашинян уже провел сидячую забастовку в столице Армении. Никол подчеркнул, что является лидером среди бастующих не как политик, а как гражданин, чьи права не учли, сфальсифицировав итоги выборов. В 2008 году на выборах президента Пашинян горячо поддержал кандидатуру Ливона Тер-Петросяна, но тот проиграл Сержу Сарксяну. Начались массовые беспорядки при активном участии Пашиняна, в результате которых погибли 10 человек, не говоря о сотнях раненых. Никол был объявлен в розыск. Следующие полтора года оппозиционер провел в подполье. Его жена Анна вспоминала, что в то время один из сотрудников службы безопасности фактически поселился в их квартире, на случай, если Никол вдруг появится. В 2009 году Пашинян добровольно сдался властям, последовал арест, а в 2010 году вынесли приговор, 7 лет тюремного заключения как признанному виновным в организации уличных погромов. Чуть позже суд сократил срок до 4,5 лет, а весной 2011 года и вовсе выпустил политика на свободу по амнистии. В 2013 году Пашинян создал свою партию «Гражданский договор». Позднее союз, объединившись с другими небольшими партиями, образовал либеральный альянс «Исход» на армянском «Ёлк». В 2017 году Пашинян стал депутатом национального собрания. В этом же году пытался баллотироваться в мэры столицы Армении, но уступил победу Торону Маргаряну. Весной 2018 года Никол Пашинян организовал двухнедельную акцию «Поход. Мой шаг», суть которой заключалась в предотвращении третьего срока пребывания Сержа Саргсяна в должности главы государства. «Сторонники Пашиняна вместе со своим лидером в течение двух недель шли по городам и селам Армении. Маршрут был проложен из Гюмри в Ереван. Марш сопровождался посадкой деревьев. «Мы сажаем гражданское дерево. Победа гражданина – самая важная миссия в этой кампании», – говорил журналистом Никол. 13 апреля марш был завершен в Ереване. За время шествия Никол похудел, отрастил бороду и был ранен в стычке с полицией, что сделало его образ еще более похожим на классического борца-революционера. С его появлением в столице Армении начались митинги, пикеты и акции гражданского неповиновения. 22 апреля 2018 года Пашинян и Саргсян провели переговоры. Однако новоизбранный премьер-министр покинул встречу после того, как лидер оппозиции заявил, что готов обсуждать только отставку Саргсяна. В тот же день, во время шествия в центре Еревана, полиция задержала Никола Пашиняна. Позже, 23 апреля, Пашинян был освобожден. В этот же день президент Саргсян подал в отставку, заявив, Никол Пашинян был прав, я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни одно из них мне не подходит. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра. Уже 1 мая 2018 года, во время парламентских выборов, Никол был единственной кандидатурой на бывшую должность Саргсяна. Однако депутаты проголосовали против него. Положительное решение было принято только 3 мая, когда опять-таки после массовых протестов состоялись повторные выборы. На этот раз за кандидатуру Пашиняна свой голос отдали 59 депутатов против 42. В октябре 2018 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о своей отставке, чтобы добиться проведения внеочередных парламентских выборов в стране. Как я и говорил, сегодня я подаю в отставку с поста премьер-министра Армении. Целью этой отставки, однако, не является уход с поста премьера, то есть уклонение от взятой на себя ответственности, а наоборот, доведение до логического конца мирной бархатной народной революции и возвращение всей власти народу. 14 января 2019 года Никол Пашинян вновь стал премьер-министром Армении, избавившись от приставки, исполняющей обязанности. Одной из главных причин революции в Армении являлась коррупция. Пашинян обещал бороться с коррупцией всеми методами. Хоть ему и удалось разрушить несколько монополий, которые существовали 30 лет, большинство миллионеров и олигархов стали сотрудничать с властями, тем самым не пострадав от коррупции. За первый год нахождения у власти правительство Пашиняна сделало здравоохранение для граждан младше 18 лет бесплатным. Также лечение онкологических заболеваний теперь проводится полностью за счет государства. В первый год его правления британский журнал The Economist признал Армению страной года за достижения в строительстве демократии. После его прихода к власти ежегодной публикации «Индекс восприятия коррупции» за 2019 год среди стран СНГ и региона самый большой рывок за год совершила Армения с 35 до 42 баллов, поднявшись со 105-й позиции на 77-ю. Также спустя год после правления Пашиняна в рейтинге правозащитной организации Freedom House «Рейтинг стран по уровню свободы доступа к интернету» Армения заняла первое место в СНГ и вошла в десятку стран с самым свободным интернетом. В докладе было отмечено, что настроенный на реформы премьер-министр Никол Пашинян инициировал сокращение ограничений на контент и нарушений прав пользователей. В сентябре 2018 года Пашинян предложил ввести пропорциональный налог в размере 23% на все доходы и постепенно снижать его на 0,5% каждый год до 20%. Закон был утвержден парламентом в июне 2019 года и вступил в силу с 2020 года. С приходом к власти Пашиняна ВВП Армении стал расти. В 2019 году рост составил 7,6%. На следующий день после своего избрания Пашинян отправился с визитом в Степанакерт на празднование дня освобождения Шуши. Второй зарубежный визит был совершен 14 мая 2018 года в Сочи, где Пашинян встретился с Владимиром Путиным. В начале нашей встречи хотел бы сказать, что мы рассматриваем это хорошо всем известно, Армения как нашего ближайшего партнера и союзника в регионе. Это касается и экономического организма, это касается вопроса безопасности. После заправления на пост премьер-министра Армении у меня есть возможность встретиться с вами, потому что я думаю, что есть кое-что пообсуждать, но есть еще кое-что, что не метается в обсуждение. Это союзнические и стратегические отношения между Арменией и Россией. Во время саммита СНГ в Душанбе 27 сентября 2018 года Пашинян встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Было достигнуто соглашение о предпринятии шагов по деэскалации ситуации на Азербайджано-армянской границе. По итогам встречи Пашинян положительно отозвался об Алиеве, сказав, что он произвел впечатление грамотного человека. До 2016 года Пашинян поддерживал компромиссное решение карабахского вопроса, которое в свое время озвучил Левонтер Петросян. Оно предполагало передачу пояса безопасности окружающего НКР Азербайджану, сохраняя при этом коридор для связи с Арменией. Однако после 2016 года позиция Пашиняна стала более жесткой. Он заявлял, у нас нет земель для передачи Азербайджану. Он также заявлял, что у Арцаха есть свои территориальные претензии к Азербайджану, а именно Шаумяновский район, контролирующийся Азербайджаном. Во время протестов на Республиканской площади Еревана в 2018 году Пашинян заявил, «Да здравствует Арцахская республика, которая в конечном счете станет частью Армении, что является возвращением к изначальной цели карабахского движения, а именно присоединение Нагорного Карабаха к Армении». Он заявлял, что переговоры и урегулирование Нагорно-Карабахского вопроса должны проводиться только в рамках Минской группы ОБСЕ. Пашинян утверждает, что риторика, используемая нынешним руководством Азербайджана, не создает условий для реалистичного урегулирования конфликта. «Должен отметить, что на протяжении более 25 лет Нагорный Карабах и другие семь территорий районов Азербайджана находятся под армянской оккупацией». В интервью 2018 года он заявил, нельзя говорить о взаимных уступках в разрешении конфликта, пока Азербайджан пытается разрушить армянскую государственность. Переговоры о взаимных уступках начнутся только тогда, когда Азербайджан признает право народа Карабаха на самоопределение. «Азербайджан говорит на языке угроз. Что стало неожиданностью, это привлечение боевиков террористических организаций в этот конфликт». Будучи оппозиционным депутатом, в 2013 году Пашинян проголосовал против членства Армении в Евразийском экономическом союзе, созданном Россией, утверждая, что членство в союзе угрожает национальной безопасности и суверенитету Армении, а также может испортить отношения Армении с западными и соседними государствами, включая Иран и Грузию. По его словам, Армения вступила в Евразийский экономический союз не добровольно, а вынужденно. Отношения России и Армении он охарактеризовал как взаимоотношения говорящего и слушающего. Выступил с критикой бывшего президента Сержа Сарксяна в вопросе обороны Армении, которая, по его словам, проиграла в вопросе военного баланса с Азербайджаном при поддержке и вмешательстве Российской Федерации. В 2016 году проголосовал против создания объединенной с Россией системы ПВО на Кавказе, говоря, что Армения должна развивать свою собственную систему ПВО. Почему мы должны передать наши системы ПВО под командование России? Пашинян добавил, что Россию нельзя считать настоящим гарантом безопасности Армении. Данное соглашение лишь создает иллюзии укрепления безопасности Армении. Однако, придя к власти, Пашинян сменил свои взгляды. В апреле 2018 года он заявил, что Армения не станет покидать ОДКБ и ЕАЭС, а также, что у него нет проблем с российской базой в Армении, оправдывая ее наличие плохими отношениями Армении с Турцией. Российская база в Гюмри, по его словам, охраняет армяно-турецкую границу, и она нужна Армении. В декабре 2018 года он заявил, что Армения не будет вступать в НАТО, но будет продолжать развивать отношения с этой организацией. Никол Пашинян женат, однако предпочитает не распространяться о своей семейной жизни. Известно, что у пары четверо детей, сын и три дочери. Напишите ваше мнение о Пашиняне, будет интересно подискутировать с вами в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok